и снова внезапно здравствуйте с вами вновь не туристический сингапур и сейчас вторая часть замечательного 360 градусного видео про гору букет тима но так как букет это холм то это просто холм тима мы сейчас с вами пойдем по дырю парк части которую недавно открыли после того как года два назад здесь сошел селевой поток обвалив часть склона и тропой конструировали как вообще выглядит тропа по букет тима вы можете смотреть в первой части этого видео там я рассказываю основные нюансы типа сюда не заходить там красивый вид поэтому там вообще не заходить очень опасно заходить умрете вот ну и в комментах там наверняка где-нибудь будут ссылочки на эти фотографии красивого вида туда куда зашел какой-то идиот которому который не умеет читать таблички на английском туда не заходить смотрел табличка там изображен падающий человек на такую клево там люди падают пойдем посмотрим снимать пошел поснимал вернулся обратно красивые фото выложил у тебя в telegram канале нету истический сингапур как видите все еще жив ни в коем случае не повторяйте все эти дебильные трюки они выполнены профессионалами ну вот тут одно из мест схода селя было но она была туда вниз поэтому мы его тут не увидим на самом деле мы находимся на громадном гранитном холме так как сингапур у нас простите остров вулканический блин вот эти вот неравномерные ступеньки они убивают когда смотришь вокруг поисках что-то интересного пытаешься идти и при этом пытаешься еще что-то смыслом говорить в камеру очень сложно не запинаться и не подсказываться так что иногда буду падать и материться вот я не умею запитывать это в 360 градусов видео потому что тут четыре микрофона поэтому просто поймите как должное и терпите а до видео 18 плюс вот так вот мы сейчас находимся на самой высочайшей точке холма 165 метров а вот сзади меня там букет тимасами там 163 3 метра вот а вот насколько я помню вот это 165 но опять же лень смотреть на карту может я и ошибаюсь в этом случае с той стороны подъем с той стороны спуск если забраться на дерево то и все 180 сделаем деревья тут высоченные да это самая высочайшая точка сингапур как я уже говорил с нее видно весь город в период world war 2 японцы как мне показалось очень красиво захватили эту часть страны потому что байтанские войска при меня же не посадят за как-то сейчас называется то дискриминацию действия британских войск сорок втором году или сорок первым чем короче они пустили волынщика включили скотти шлейди на волынщики да и торжественно отступили из вудланца куда-то вот туда вот сторону порта сингапур сдав японцам эти шикарные земли в том числе насколько я понимаю они сдали я очень мало считал исторический конспект ну а они сдали вот эту видовую точку с которой простите видно вот если вот куда на юг посмотреть сзади меня с нее видно марина бэй то есть с нее можно спокойно затащив сюда артиллерию а это для японцев не сложно она у них очень маленькая вот обстреливать порт сингапур если не ошибаюсь они это сделали тут холме есть несколько туннелей прорытых в граните во время войны сейчас они закрыты решетками и туда в принципе не может проникнуть ни один человек который не догадается отодвинуть камень очень так нарочито снаружи решетки сверху слева приваленный вот и закрывающее отверстие размером примерно 70 на 50 сантиметров куда можно пропихнуть даже такую тушу как я это видео будет в отдельном канале вот они говорят что они это реконструировали серьезно это вот они реконструировали тропу то есть вот старенький дедушка идет опёрся на столбик упал на хрена туда вниз джунглей да классно ребята это реконструкция по-сингапурски они поставили забор вот что-то делали вот эти год не сделали ни хрена так вот собственно под этим холмом в граните есть прикольные такие тоннели в вполне себе азиатском стиле вот красивая но у них тут нет сообщества спелеологов потому что негде копаться поэтому информация об этих тоннелях ну кроме как не туристическом сингапуре нет практически нигде но возвращаясь опять же к тропе вот иногда тут идут дожди так как под нами огромный просто такой массивный наплыв гранита выпертого во время вулканической активности то сверху немножко образовалась за несколько миллионов лет зелени водоросли потом деревья на всем этом взросли но когда идет дождь все это нафиг смывают как вы понимаете климат у нас меняется постоянно природа берет свое вот опять же людские людская деятельность по попыткам что-то сделать правильно вкопать столбик и так далее она вызывает эрозию почвы и размывая в итоге те же самые карьеры опять же да убираем снизу кусок гранита который поддерживает землю естественно через несколько лет вся эта земля размывается дождями просто улетает вниз что мы имели наблюдать в 2021 году в конце как раз сезон мусонов когда я еще успел по старым тропам с детьми прогуляться очень прекрасные кадры но я тогда понял что не зря они пишут везде о том что не ходите во время дождя в лес вот потому что блин первый день гуляешься ребенка второй день смотришь в новостях а вот там пол холма смыло и как раз это место где ты с ребенком прогулялся а поэтому да действительно ребята если вот вы в тропические джунгли в сингапуре пришли погулять что внемлите табличкам да из там 7 вечера до 7 утра не ходите кабанов можете встретить и если дождь начался то бегите на ближайший шелсер чтобы вас молния не стукнула и вообще лучше выходите из парка потому что если иметь возможность потому что блин долг может быть затяжной землю немного размоет а как качественно все это делают вот по вот этим шатающимся столбиками да вы сейчас видели тропа была на реконструкции ничего не реконструировали вполне возможно вы окажетесь в таком же месте где вас просто унесет вниз селевым потоком и потом как бы никто даже не хватит вы же не стали на консульский учет наверняка посольстве российской федерации когда прибыли сингапур очень долго потуристировать вот ну в итоге а вас просто никто не будет беспокоиться подумать сбежал там куда-то и все на теплые боли а вы тут будете где-нибудь под потоком песка сидеть на в прошлом видео я рассказывал вам о закрытых тропах да сейчас мы почти дошли до лендслейда он там он светлеет внизу тут раньше был хат но сейчас рабочие на время реконструкции превратили этот хат свой домик но сегодня выходной поэтому мы можем наверное сделать вот так видите там у нас есть карта и место где укрыться от грозы самое тесное они превратили это в домик да а турист увидит на карте это есть это северный хат да он побежит сюда укрываться от грозы а тут замок и вижу даже карты не подновили это старая тропа она есть на многих старых картах на многих туристических картах и если вы погуглите в национальных архивах эта тропа есть даже на официальных картах потому что это была одна из вот таких вот труб по холму но естественно там начались тоже размыло состояние пришло в упадок поэтому просто такой табличкой закрыли не входить авторизованному персоналу поэтому авторизуетесь на своем мобильнике и вы знаете что делать слева от меня находится как раз это шикарный лендслейд а вот это перед нами тропа дьявола раньше слева от меня был холм ну как пол такой же как справа то есть высоко но не очень страшно и просто было сложно подниматься но когда вот сюда сошел сель тут смыло кусок холма и смыло кусок тропы поэтому сейчас это выглядит вот так я не знаю видно отсюда или нет выходить туда совершенно нельзя там не ходите но самое интересное благодаря тому что это все сошло вместе с деревьями мы сейчас отсюда можем видеть туда далеко на север малайзию и прочее такое я даже отсюда вижу в принципе woodlands и сингапурский нет сингапурский пролив с другой стороны джахор стрейт джахорский пролив вот это просто потрясающе но эти ребята просто проходят мимо потому что они не знают куда надо смотреть они не смотрят назад они смотрят вперед и страдают я потом немного напрягусь конечно вернусь сюда вот с нормальным перископом и мы с вами эту прелесть поснимаем нормально витя и ты сюда со своей оптикой сходи я уверен что тут в один кадр можно взять ну штук тысячу птиц ну как раз в общем да бита ребята это офигенный вот действительно если вот сюда идти с перископом и смотреть туда вдаль то получится очень красиво потому что сейчас я попробую сориентироваться это север левее нас левее меня да вот север это туда куда я сейчас левой рукой указываю восток это туда мы сейчас смотрим на северо-восток это у нас район зоопарка и центральное водохранилище и вот да там за ним уже малайзия за джихорской но сейчас нам предстоит спускаться по этой лестнице я вам покажу некоторые моменты где эту лестницу про селем смыла вот самое забавное конечно то что в сингапур на сингапур вообще никогда не действуют таблички предупреждающие что-то ему папа весь кирпич он начнет игнорировать его обходить просто демонстративно вот поэтому вот на самом деле вот тут слева вот туда вот вниз раньше была лестница по которой мы идем такая же металлическая вот ее полностью туда вниз смыло и когда хайкеры пришли сюда когда еще даже забора не было они такие ну наш типичный маршрут мы тут бегаем на принципе наверно даже видно что ступеньки немного но вот перевязаны канаты да вот в этом месте был уход вот туда ну хайкер такие ну чё маршрут привычный ну и пофигу что дыра и они бегали вот тут вон тропинка идет вот я тогда тоже прошелся по этому куску я почему-то не взял с собой 3d камеру не знаю почему но в итоге у меня ну есть такие несколько видео на канале как вот я лазил по на этому замечательному размыву да кстати не пойдем туда вот по джанкой снимаем там чуть-чуть интересный меня батарейка останется это вот вот туда вот хорошее вообще место для съемок он за ним дать дальше вот все что на гайзонтии москве дали здание тоже малайзия и в общем хайкеры короче начали тут просто бегать по склону без палок для хайкера тут было делать нечего как бы делать можно было что-то но это было бы больно вот я сюда основном с палками ходил бегал с ними вот а вот там с левее там еще один дэри фэрм куэри по-моему называется там вот есть такая плоскость и там мы тренируются местные альпинисты там совсем резкий такой склон гранитный с моей стороны очень высокий и чуть подальше к букетпаджангу более низкий склон то есть две точки для подъема сколько трасс я не считал вот но там в принципе можно по полазить насчет того сколько там надо заплатить куда постучаться чтобы полазить я тоже опять же не узнавал но чувствую что надо поступить как мы местный клуб потому что там все это естественно охраняет камера и туда суваться просто так без приглашения это как бы мавитон там тоже стоит табличка никакого входа кроме авторизованного персонала камни могут упасть нам ну вот перед нами это замечательно тропа дьявола до которая блин меня просто веселит своим прекрасным видом сверху со своим младшим сыном я когда впервые вообще полез в эту ферму что посмотреть чё как я снизу поднимался наверх и маленький ребенок шел за мной и как каждую площадку он выучил что-то новое из русского языка вот вот так вот у нас выглядит сход селя до обнаженные породы в основном песок конечно вот и не она просто взяла туда и разово ухнула вместе с деревьями совсем час отсюда стволы разобрали тут был такой шикарный лесоповал вот раньше было как справа грубо говоря и при падении она конечно же снесло и часть лестницы которая стояла потому что ну а лестница насколько я понимаю она стоит тут не на давайте вниз камеру опустим посмотрим мне не видно вам будет видно она стоит просто на маленьких бетонных кубах которые приглашены вот металлические двутавровые балки все это не какое-то там заглубление до гранитного основания чтобы все это устояло даже если снизу будет там лава не это именно лестница тупо воткнута в песочек вот вот у нас вместо схода силой тут даже обзорную площадку сделали прикольно ну и даже смотрите вот так как не укреплено до сих пор ничего то есть трава не выросла вот там чуть ниже мы сейчас увидим скорее всего там будет сетка которая позволяет семенам зацепиться воду и проще сток задерживает и чтобы дальше вот это вот не размывала следующими дождями а корневая система у травы успела сделать это кладут обычно сетку сделанную из кокосового влажна но вот тут такой критический момент видите тут уже на наплыл песок поэтому тут сделали специальные перегородочки вот и поставили вот ближе сюда стоит реперная точка не знаю видно или нет на этой реперной точке это вот в кустах ближе к средне перегородки до темная такая фигуренка это у нас лазерный отражатель для фигня который марк шейдеры пользуются короче для нивелира в общем для штуки которая изменила марк шейдера позволяет расстояние то есть там где-то по точке они тоже выставляют и смотрят сдвинулся этот бетонный столбик вместе с металлической штукой сверху и отражателем или нет если сдвинулся то как бы опа-опа надо все закрывать и проверять вообще лестнице не покатилась ли если не сдвинулся значит все нормально ну наверное они периодически проводят замеры а теперь ребята посмотрите вниз видите вот желтый фантик да и бутылка с водой и вот там дальше еще одна бутылка с водой а мне нельзя выходить за тропу потому что все это должен набирать не я а служащий national parks я вам в прошлом видео рассказывал мы там посмотрели на два или три таких пластиковых фантиков которые кто-то просто идет вдоль тропы разбрасывает обсудили немного ну как обсудили в режиме монолога чистоту природы вот и я сказал то что блин ну вот ребята я прямо сейчас этот фантик поднимать не буду потому что в итоге у нас прогулка закончится тем что я буду не видео снимать а вот эти фантики они продолжаются как бы всю дорогу кто-то меня решил расселить и в итоге да действительно смысла подбирать нету вот но самое забавное то что если обратиться в national park со словами то ребята у вас тут на мусоре на в лесу по опыту моего видео с холодильником когда я вот ждал когда холодильник вынесут из леса и только подготовка статьи в крупном сми в сингапуре привела к действию властей сообщать по поводу этих фантиков бесполезно не сделают ничего так ночью вот так вот выглядит уехавший вниз холм вам только что показывал да не визир по которому будет там чей-то зонтик кстати сосала нам тут все-таки шел человек вон от него зонтик торчит я не думаю что там поток песка зонтик официально вот так вот выглядит а реперная . все вспомнил вот этот вот так выглядит реперная . вот она на бетонном пятачке металлический уголок из него реперная . который направлен туда и где-то там соответственно выставляют или может быть даже выставлен автоматически на солнечной батарее измеритель который вон в районе той банки red bull расположены в лесу вычисляет не произошло ли тут схода земли давайте посмотрим кстати вот наш поближе вот так она в реальность этот маленькое зеркало которое при правильно выставленном лазере отражает информацию ну как информация луч точно точно если луч не отразился то есть зеркало куда-то уехала все он сообщает о том что . ушла дальше замеряйте вручную вот я вам кстати говорил про кокосовую сетку ой тут даже лоточек для схода воды сделали прикольно вот вот слева от нас сетка снаружи это я не знаю с чего нет я думаю что хлопок снуты это волокно кокоса опять же я не уверен мне кажется что это волокно кокоса давайте вот и чтобы вот все это не размывало и трава растений трава растения могли вырасти зацепившись за что-то вот такую сетку раскладывают ее еще раскладывают когда там трактор начинает туда-сюда ездить и для этого забывают поверху бетон но чтобы бетон не перемешался с почвой вот такую вот сетку раскладывают поверх почвы во время ремонта да слушать за счет вот этих вот изменений тропа она стала как мне кажется чуть более интереснее он там белку вот ой блин ну насчет интереснее извилистие да хотя конечно вот на этих такие вот постоянные неравномерные ступеньки это намного хуже для колени чем просто мягкая удобная тарапа по лесу да вот смотрите у нас останки старой лестнице вот раньше по ней поднимались вот тут и его туда до вдаль уходили вот ее туда смыло тут была площадка вот в этом месте и он там даже каната старый кусок торчит видите вот вот по этой площадке на одном из своих видео после схода сели я вот оттуда сверху с палками пробирался по лесу и уже спускался тут вот до этого места и реконструировали так скажем поэтому продолжаю свой замечательный монолог про качество но с одной стороны мы когда гуляем пользу нам хочет немного природы немного вот ощущение земли под ногами и вот такие бетонные ступеньки ну блин ребята если я захочу побегать вверх-вниз по горячему бетону я пойду в ближайшую там высотку 42 этажа я последний раз бегал вот и потренируюсь да тут наверно тренироваться прикольнее потому что тут вокруг поют сверху цикады и что у нас там еще но на самом деле конечно гулять по лесу хочется наступая на землю и хакерскими палочками еще чем то иногда конечно встречаю такие ступеньки где совсем совсем тяжело и трудно но если превращают весь лес вот такие вот прикольные урбанистические аттракционы даже не диснейленд это простите уже дичь какая то поэтому с точки зрения как сделали да прикольно здорово смешно с точки зрения вреда экологии ну они знаете при изготовлении всего вот этого они даже на собой мусор не убирают совсем не убирают реально вот поэтому больше как говорится нет чем да я боюсь то что еще два то и поколение вот таких вот лендслейдов и у нас тут будет тупо эскалатор чтобы люди под пение птичек смогли красиво и качественно подняться наверх холма сделать селфи на фоне инфинити пул 2 допустим и природный парк будет загорожен стеклянной стеной чтобы фантики и конфетки за пределы эскалатора не кидали потому что блин природа все таки вот серьезно как вы бы хотели потратить пару часов и прогуляться повод тупо какой-то странной лестнице ну ладно давайте посмотрим вниз чего там внизу идет еще один ручей но он уже уходит к дэй реформ то есть вот там вот мы видели ручей уходящий к водопаду и сингапур кури а тут ручей он сейчас идет справа он уходит налево и будет уходить туда к дэй реформ непосредственно к дэй реформ рот синий изолента спасет все наверное где-то они еще использовали в дэссор ну вот тут мы видим как старая разрушенная тропа переходит в новую модернизированную тропу ребята на этом я позволю себе видео закончить место лэндслейдов и всего прочего вам показал я надеюсь вам понравилось опять что-то заинтересует ставьте там в комментах галочки палочкой не знаю чем еще лучше конечно побольше слов пишите а то я . тире не очень понимаю вот я вам скажу еще чем там у нас еще есть вторая часть этой тропы где как раз вот это тот самый низ соседнего схода селя пришелся его просто приходилось обходить пока мне интересно как сделали там вот смотрите сара тропа она была интереснее потому что со стороны того кто идет наверх а в сингапуре левостороннее движение у нас есть перила со стороны того кто летит вниз простите перила блин не предусмотрено просто технологически проектом поэтому поэтому мы просто вот сейчас будем прикольно прикалывать так я уже говорил вот это вот постепенное улучшение то есть сначала у нас было много-много лет назад тут было просто тропа вот ходили хайкеры потом они решили сделать цивилизованную тропу положили немного бетона и воткнули перила с одной стороны начали ходить хайкеры с детьми на потом произошел сель и они решили улучшить воткнули перила с двух сторон вот ну действительно до следующем будет эскалад опять наверх ведь с той стороны опять подъем наверх все доходим до моста и это видео прекращается потому что мне уже хочется бежать и бежать лучше когда дверь свободно особенно на старый тропе где перила только с одной стороны все до безопасности молоко без цианистого калия молоко совсем без цианистого калия молоко 100 процентов без цианистого калия и чистое молоко шучу никаких аналогий ни в коем случае это просто к анекдоту о том что можете еще больше молока давать да могу но тогда совсем вода получится вот ну вот куда вверх потом снова вниз потом спуске подъем и подъем и спуске помните эпизод городка стояновым все пока с вами был не подписались поставили лайк что-то там еще сделали камера поигралась о 29 минут как раз вовремя и аккумулятор почти сел улыбаемся и машем